Наше предприятие входит в состав крупного производственного объединения в Иркутске, которое занимается выпуском лекарственных средств. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующее требованиям и стандартам GMP, установка для обезвоживания водных растворов и экстрактов в аппарате кипящего слоя, роторные таблеточные машины, автоматическая линия по упаковке таблеток в полимерную пленку и фольгу и другие высокотехнологичные машины и аппараты. В начале прошлого года мы получили крупный заказ на поставку биопрепаратов в стеклянных флаконах. Пенициллиновые флаконы представляют сбой стеклянные бутылочки, которые, в принципе, дозируют порошки, гранулы и жидкости. Реализация заказа на нашем предприятии была, по сути, невозможна без покупки нового оборудования. У нас, иначе говоря, на участке розлива и укупорки есть оборудование для розлива в пластиковой бутылке. Мы решили купить и оборудование для заполнения и укупорки стеклянных флаконов. Для розлива используется оборудование с автоматическим дозированием и порционным наполнением пластиковых и стеклянных флаконов жидкими фармацевтическими и биологическими продуктами. Укупорка флаконов – это процесс, при котором происходит автоматическая подача и закупоривание флаконов. Руководство предприятия решило приобрести современное оборудование для заполнения и укупорки стеклянных флаконов. Оно должно было по сути обеспечивать автоматическую подачу и розлив биопрепаратов в стеклянные флаконы объемом стому. Я 10 лет работаю на нашем предприятии в должности главного инженера, привык делать свою работу качественно и работать только со специалистами. К вопросу выбора машины для розлива я подошел серьезно. Для поиска оборудования не стал пользоваться интернетом, потому что часто за красивой картинкой скрывается непрофессионализм. Я посетил международную выставку оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства, которая проводилась в Москве. Машин для розлива во флаконы было по сути представлено много, предприятий из различных стран мира. Я выбрал три наиболее подходящие моим требованиям, взял контакты у представителей. Выбранное автоматическое оборудование необходимо было по сути согласовать с руководством, а затем заключать договор на поставку. Вернувшись на предприятие, я начал связываться по телефону с представителями предприятий производителей оборудования. Компания из Германии согласилась поставить оборудование для розлива и укупорки, однако попросила лично приехать и подписать договор. К сожалению, я не мог выехать в Евросоюз, так как у меня не было, по сути, визы, а процесс ее оформления занял бы не менее трех месяцев. Компания из Китая выслала каталог продукции на почту, я долго выбирал, но не смог разобраться, сможет ли оборудование наполнять стеклянные флаконы, какая производительность аппарата. Третий производитель из Краснодара выслушал меня и ответил, что сможет сделать оборудование только через шесть месяцев, ссылаясь на большой объем заказов. Мне пришлось отказаться, так как машина нужна была, по сути, в самые короткие сроки. Машину необходимо было, по сути, найти, и я понял, что самостоятельно это сделать у меня не получится. Это немного поубавило моей уверенности. Однако тут мне помог менеджер компании из Краснодара, который, в принципе, посоветовал специалиста по поставке фармацевтического оборудования, который, в принципе, смог бы найти другой вариант оборудования. Последовав его совету, я обратился специалисту-посреднику из Москвы. Тогда я еще не догадывался, что поступаю правильно. Менеджер компании выслушал меня, задал несколько уточняющих вопросов по материалу флаконов, требуемой производительности, допустимой погрешности оборудования. Меня порадовал его профессиональный и деловой подход. После предварительной консультации он предложил машину для дозирования и укупорки стеклянных флаконов алюминиевыми крышками. Специалист этой компании выслал на почту видео с предложенными вариантами машины, которые, в принципе, наглядно демонстрируют само оборудование и его возможности. Оборудование было по сути изготовлено из нержавеющей стали. Стол для дозирования и укупорки был закрыт прозрачными пластиковыми щитами для защиты от внешних воздействий на процесс. По конвейеру стеклянные бутылочки поступали на вращающийся стол укупорки. Процесс работы оборудования управлялся системой шки и крана. Процесс розлива осуществлялся на вращающемся столе дозаторами. Алюминиевые крышки поступали из подготовительного бункера, а затем завинчивались на коричневые стеклянные бутылки. В итоге получаем стеклянные бутылки с биопрепаратом объемом 100. Мы остались довольны предложенным вариантом машины для дозирования и укупорки стеклянных флаконов алюминиевыми крышками. Изначально я скептически относился к выбору менеджера, полагаясь на собственный опыт, однако я понял, что учиться нужно всегда и не бояться доверять профессионалу.